Так, ну что, всем привет! Сегодня у нас 7 октября, 9 утра по Киеву. В общем, биткоин, видно, что никакого отката пока что нету. Ну, я сразу к делу перейду, чтобы не затягивать. В общем, отката никакого нету. Видно, что быки и медведи в равной степени победили. Поэтому у нас вчера было восхождение до 15960, практически 16000 мы достигли этого уровня. Но, опять же таки, цену загнали вниз. Видно, что отстаиваемся сейчас в районе 15500-15600. Сегодня достигали максимально 15753. И можете заметить, во-первых, локально тут такое небольшое снижение, но я думаю, ничего страшного. Но самое главное, что нету отката никакого. То есть нету отката там на 15000-15200 и так далее. То есть теми же фитилями или там телом свечи мы вниз не идем. Поэтому отката никакого нету. Я думаю, мы можем здесь отстояться и попытаться пойти выше. Но вполне вероятно, да, мы можем пойти на коррекцию. Я этого тоже не отрицаю. Но так как отката пока что нету, я думаю, что движение вверх хотя бы до 16000-16322, оно вполне вероятно. Ну, пока отката нету. Если посмотреть на 4-х часовике, здесь пошло накопление. Выше 15750 пока что не пускают. На часовике тоже накопление. И не пускают ниже границы 15400 и выше 15800. Даже может быть 15700-15600. То есть держит нас в таком диапазоне 400 долларов. И видно, вот здесь вот был откуп вчера в 8 вечера до 15166. Значит, что цену не готовы ввести вниз. И здесь еще плюс был такой мощный откуп. На 700 долларов вниз мы ходили. Это было в 17.00 5 ноября. Соответственно, это накопление может означать, что мы вполне вероятно будем готовы идти наверх. И здесь, кстати, объемы... А, ну это часовик, поэтому... Объемы можно посмотреть уменьшаются или увеличиваются. 73, 93, 143, 122, 18. Но объемы не падают. Объемы, видите, тоже 122 здесь. Ну, 18, потому что день только начался. Но, в принципе, я думаю, что вполне вероятно, что мы можем еще пойти наверх. Поэтому давайте по остальным монетам. Альткоины пошли посильнее. В общем, эфир погнал у нас уже вырос практически на 100 долларов. До 460 он идет. Отката, опять же-таки, нет. Открылись мы выше этого уровня. Я думаю, вполне на 480-488 мы пойдем вообще без проблем. Поэтому будем наблюдать. Если посмотреть на 4-часовике, на часовике тоже отката никакого нет. Я думаю, мы вполне готовы идти наверх. Без проблем. Если бы ток, естественно, не обвалится. XRP вчера подрос у нас очень мощно. С 24 до 26 центов на 2 цента подрос. Сегодня пытается закрепиться свыше 26 центов. Видно, что даже закрепился в какой-то степени. Здесь у нас лои 26, 191. В принципе, будем наблюдать, что он будет дальше. Как он будет себя показывать. Chainlink. Chainlink у нас пошел наверх. Достиг уже 13 долларов. Пытается закрепиться. Но здесь видно, что продавцы все-таки давят и не пускают выше границы 13,5. Там 13,6. Но свыше уровня 12,5 мы закрепились. Дальше у нас идут монеты NEO. По NEO мы пошли, получается, с 14 долларов мы уже достигли отметки 16. Я думаю, сегодня, завтра нам достигнем отметки 16,750. Если биткоин не будет откатываться и не будет падать вниз, а пойдет наоборот вверх, то легко мы закрепимся выше. Ада Кардана у нас пошла с 9 центов уже на 11 и, соответственно, полетела до 13 центов. Я думаю, мы без проблем дойдем. Но здесь для начала надо 11,5, перебить там 12, а потом уже говорить о чем-то большем. Дальше XLM Stellar. XLM Stellar здесь у нас пошел 75, он уже 7,5 на 8,5 центов. И я думаю, 9 центов он вообще без проблем преодолеет. Потому что, ну, в случае, если биткоин пойдет наверх или хотя бы отстоится в боковике. Monero, опять же-таки, запилил вчера уровень. Сегодня закрепился выше 120 наконец-то. Но, опять же-таки, посмотрим, не провалится ли он вниз. Если биток упадет вниз, он легко канет ниже 120 долларов. Так, запись идет? Да, отлично. BNB. По BNB у нас мы закрепились свыше 27. Сегодня у нас уже 30 долларов. Посмотрим, как он будет себя вести. На данный момент 29. Вчера сходили с 27 до 29 на 2 доллара вверх. Здесь у нас 32 доллара. Следующая отметка, получается, 3 доллара. Я думаю, легко мы преодолеем, если биток пойдет на 16 тысяч. Эфир классик. Эфир классик мы подняли с 4,8 до 5,5. Получается, на 70 центов мы уже выросли приблизительно. И, соответственно, мы опять вошли в этот восходящий канал. И я думаю, что для начала нам надо, опять же-таки, перебить 5,6. Там 6 долларов, там 5,8. А потом уже идти на 6,2. Так как это был зеркальный уровень. Здесь уровень сопротивления. Здесь уровень поддержки. И, соответственно, ну, вот такой сильный уровень поддержки здесь был. И, соответственно, можно лететь вверх. Ну, для начала надо перебить там 5,6, 5,8, 6 долларов дойти. А потом можно смотреть дальше. Дэш. По дэшу мы поднялись, соответственно, от 64. Мы на 7 долларов поднялись. Это у нас 71 доллар. Закрепились выше 70. Как и предполагалось. Поэтому, если посмотреть на 4-х часовике, да, мы закрепились. Здесь у нас лои 69,97. Если смотреть на дневки, даже, да, 69,97 лоу. Ну, для начала нам надо перебить вот здесь вот локальные такие уровни сопротивления. 72,50. Потом 75, 77,50. Такие круглые числа. А потом уже уровень 80. И, соответственно, я думаю, если биток пойдет выше, там, достигнет, закрепится свыше 16. Это мы можем вполне вероятно увидеть дэшкоин по 80 долларов. Так, еще основные монеты у нас лайткоин. По лайткоину мы подросли с 53 до 63. На 10 долларов мы подросли. Я думаю, вполне вероятно, если биток, опять же таки, говорю, закрепится свыше 16, мы увидим по 68 закрепление. Но, опять же таки, у нас стремительный рост уже идет где-то 3, практически 4 дня подряд. Открылись мы тоже выше телом свечи. Поэтому вполне вероятно, что мы готовы идти выше. Если посмотреть на 4-х часовики, отката тоже никакого нет. И то идет накопление, и мы готовы идти все выше и выше. Йота. По йоте то же самое. Открылись выше, готовы идти еще выше. Я думаю, выше 30 центов. Слишком много выше, ну ладно. Ладно. Закрепиться над уровнем 30 центов. И, соответственно, уже потом делать какое-то дальше накопление, либо поход наверх на 37 центов. Поэтому, опять же таки, открытие выше. Если посмотреть на часовике накопления, здесь тоже ничего. Отката никакого нету, и готовы идти наверх. Закрепимся свыше 16, 30 центов легко преодолеем. Дальше еще у нас есть монета EOS. EOS у нас пошел с 2,3 доллара, но на 2,6 долларов. На 30 центов мы подросли. Опять же таки, закрепляемся свыше 16, там 16, 322. 2,8 долларов легко преодолеваем эту отметку. Трон. По трону мы закрепились все-таки выше 2,4 цента. 2,7 центов мы растем. Выросли, получается, если тут смотреть на 200 пунктов. На 2 цента, да. Ну, даже не на 2 цента, да. Это же 2,6 центов. Ну, на 200 пунктов. И, получается, 2,7, я думаю, мы преодолеем очень легко. А потом уже пойдем там до 40. Ну, до 40 еще далековато. Там 10 центов. Даже 12. Так, ну и по основным монетам у нас еще остался Bitcoin Cash. Bitcoin Cash у нас подрос с 240 до 270 на 30 долларов. В 280 мы легко преодолеем, потому что тут такие большие свечи. Отката никакого нет. Что на часовике, что на 4-х часовике. Поэтому я уверен в том, что мы закрепимся свыше 280. Если Bitcoin, ну, хотя бы отстоится, я думаю, в районе там, сколько он там стоит? 15, 15, 500. А если пойдет еще и выше, до 16 тысяч, то легко может сходить наверх. То есть Bitcoin Cash сможет закрепиться свыше 280. Если же все-таки обвалят это все историю, ну, понятное дело, мы упадем хотя бы, ну, то есть до уровня своей поддержки. Ну, допустим, здесь это будет 233 доллара, к примеру, по тому же эфиру. Это будет уровень, ну, сначала 420, потом 367. А потом посмотрим, упадем ли мы ниже там до 320, 340 или 288 вообще. Поэтому будем наблюдать за этим всем делом. Будем смотреть, как это все будет происходить. На данный момент Bitcoin находится на отметке где-то 15,500. Даже 15,491. И отката пока что никакого нет. Но здесь локально у нас такое снижение и объем немного подупали. Потому что здесь у нас было 143, 122, сегодня 18. Ну, как-то слабенько даже, несмотря на то, что ночь прошла. И, в принципе... Но, опять же таки, это ничего не значит, так как мы сильно вниз не проваливались. Посмотрим, что будет сегодня, завтра, послезавтра. И поэтому уже можно будет оценивать рынок криптовалюты и общее движение. Поэтому, опять же таки, можем заметить, что альты спустя 2 дня начинают подтягиваться за Bitcoin. Хотя некоторые из них начали раньше даже расти. Поэтому... Но они продолжают активный рост, так как Bitcoin застопорился. Но это всегда так и бывает. То есть я заметил тоже такую тенденцию, что если Bitcoin начинает отстаиваться в консолидации в боковике, во флете, то, соответственно, альты начинают расти. Пока Bitcoin растет, альты стоят, делают накопление, может даже валятся в какой-то степени. Либо стоят, никуда не двигаются. Поэтому... А как только Bitcoin начинает там валиться, либо он заканчивает свою фазу роста и останавливается в боковике на какую-то коррекцию, то, соответственно, альткоины начинают свой рост и начинают движение наверх. То есть такой alt-season своеобразный. Я не знаю, насколько долго это продлится. Посмотрим. Если закрепимся свыше там 16 тысяч, тогда можно ожидать каких-то хотя бы 2 икса по монетам, я думаю, точно. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать. Не буду вас задерживать. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.